Сердцу верить полуслова Новый год желаем весь Сердце, если вдруг забыли, я напомню это здесь Сердце точно вам подскажет, где найти и что искать И вам снова будет 30 или даже 25 Вам желаем не прощаться, где прощению место есть Просто следуйте за сердцем Сердце я напомню здесь В новом году следуйте за сердцем В чудеса верите? Чудеса Она теперь твоя Да Здравствуйте Это реально спасение жизни Я вообще сейчас не преувеличиваю Какие-то грабители Куда вы? Чего вы? Роман Мне Виктор Александрович все рассказал Давайте, ребята, работайте Мы творческий коллектив Диро Ну, как ноты Диро Так, я моргаю светом туда Чтобы там увидели в окне нас Вот так Всем привет! Это канал Слово Пацана И этот выпуск Это череда внезапных происшествий В жизни вообще случайных людей Совершенно внезапно Без предупреждения Приехать к незнакомому человеку Который нас не ждет И подарить ему то В чем он нуждается Но не может себе позволить В этом ролике мы будем исполнить мечты Вас, наших зрителей Вы писали нам в Телеграм Представили различные истории И мы выбрали некоторые из них Которые нам приглянулись Которые где-то откликнулись у нас Внезапно приезжаем Внезапно дарим И вообще уезжаемся Ориентируемся максимально быстро Пожалуйста Даже может быть перед просмотром Подпишитесь на канал Это нам очень важно И это показывает Не знаю Просто Это что-то показывает Короче, все Мы начинаем новый выпуск Погнали Что-то показывает Ну показывает Типа Ну что вы нас любите Тоже Что вы для нас тоже стараетесь Это здорово А вот смотри Школа искусств Какое Привет Меня зовут Рома Меня Виктор зовут Очень приятно А это вот Дима Ой, Дима А ты нас смотришь Ты наш зритель, да? Ты наши имена знаешь, да? Как бы, в принципе Да, Рома, Дима Класс Блин, кошмар какой-то У нас всегда так Это выпуск наполнен спонтанными событиями Поэтому мы не знаем Что может происходить В этом новом выпуске Значит, история такая Виктор написал нам Про своего ученика Руслана Который, ну, у него просто Я так понимаю, что Нет возможности заниматься На хорошей детаре Ну, на данный момент, да Я так понимаю, что нет Потому что уже полтора года прошло У него как был тот инструмент И он с удовольствием приходит Берет у меня инструмент школьный Что он знает на данный момент? Он знает, что приедет Какой-то творческий коллектив Я сказал, я говорю Приедут люди творческие Тебе интересно Будет с ним познакомиться И он меня начал спрашивать А кто это? О чем они играют? По сути, это просто такой повод Чтобы Руслан пришел сегодня занятий Чуть пораньше Чтобы мы успели Световой день Это наш бич зимы Давай посмотрим гитару Которую мы привезли С этим вообще был случай Такой особенный Чтобы время не потерять Эту гитару мы аж на трассе получили Так, все Мы творческий коллектив И мы сейчас идем На ходу что-нибудь придумаем Здрасте Какое старое у вас Это строение-то? Что это такой сарай был раньше? Подвалы такие строили За место амбара А что там хранили? Что надо? Из дома выносят Хорошую одежду Чтобы пожарали Шкафы были Здравствуйте Меня Дима зовут Меня Рома А вас, кстати, как зовут? Меня Люба Люба, очень приятно А вы тут живете? Да, живем Скотину держим Скотину держите? Да, корову Ух ты, здорово У меня корова Одна? Одна 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 Я одной уже пора Эта история У нас Нам откликнулась Даже сразу Когда мы ее только прочитали Еще до выяснения всех подробностей Вот такие Вот это да Вот это ничего Мечты же бывают разные Но очень часто Это, я не знаю Это мобильный телефон Это какая-то там Бытовая техника Это может быть Ну что-то Мечты вот эти вот такие вот Да, вот о чем мы говорим О таких вот каких-то Мечтах Очень холодно Говорите В том сейчас На этом морозе Тут очень холодно Хоть снега нет Короче говоря Эта мечта На у кого-то очень особенной Потому что здесь просят Ни мобильный телефон Ни какую-то еще Другую бытовую технику Ни велосипеды Там ни игрушки Ни одежды И так далее По сути Эта мечта Это спасение жизни Я вообще сейчас Не преувеличиваю Это реально Спасение Жизни Корм не это Не приготовили корм Почему не подготовили Ну Силы не хватает Силы не хватает Дети У меня одна дочь Они тоже Это далеко Помощников нету А что А вы сами обычно Заготавливаете корм? Сами обычно Сами Да Заготавливали Сами Вот А в этом году Только вот А как же корову Без сен это будет? Ну Поэтому говорю Наверное Этого Уничтожить надо Вообще Я вообще Сама дую Дую Сама думаю Ну все Последний раз Или Последний раз Дую Я тебе Не охота Не самой Ну вот Чего не хватило Корма не приготовили Придется А можете Показать корову? Так любопытно Корова вон там Вот там Сопила Смолочки Да А вот это У вас что Накрыто Такое Ну вот это У вас Ну вот сено Сено Да Этого сена Что не хватит Ей? Нет Не хватит И вот в этом году Купить Неоткуда Даже Нет Сено Она написала девушка И попросила Исполнить Мечту Желания Ее мамы Которая живет Далеко в деревне У нее куры У нее дом Хозяйство У нее корова И Каждый год Для коровы Нужно Заготовить сено Чтобы она могла Перезимовать Зиму Сено Нужно достаточно много И заготавливать его Но для этого нужны силы Средства И так далее В этом году В силу возраста В силу здоровья В силу там Разных обстоятельств У Любы Любови Не получилось Любви Любви Ну в общем Наверное Ребят А как правильно Для любви Или для любови Для любви наверное Все знаешь Для любви Для любви Говорят Короче Говорят что для любви Мы не уверены Есть три варианта Напишите Правильно У нее не получилось Заготовить Сено Для своей коровы Что это означает Все Корова не выживет И эта зима Не проживет И по сути Она стала Перед выбором Либо как-то пытаться Что-то придумывать С сеном Как-то где-то его Не знаю Искать А уже времени нет Все Зима наступила По сути Либо сдавать ее На убой На мясо Ну а вам корова Я так понимаю Что это ваше В том числе Какое-то занятие Такое Да смысл какой-то Конечно Я с детства С коровой Поэтому Жалко ее А сколько она уже С вами лет Корова Этой корове 6 лет А подойти К ней можно Можно Поближем Или она Поднет Давайте лучше С вами Можно Смесь А здесь У кого-то Еще есть Корова Или только У вас Нет У нас Только Вот Соседи Мы Живем А больше Деревне Никого Мы Двоем И все Деревне Пока Ни На зиму Все Убехали Вот Черноплодные Черноплодка Вкусная Не холодная Нет Нет Не холодная Они еще не замерзли А сколько вообще Корове нужно Сена Вот так На зиму Вот это Половина У нас Еще Так же Еще столько же Сколько Вот там Накрыто Два раза Столько Сколько Тон Десять На зиму Это так Немножечко Сена Здесь Есть Это то сено Которое лишь Удалось Как-то Собрать Подготовить На зиму Для коровы Но этого сена Совершенно Не хватит То есть В моем понимании Казалось бы Это большой Объем Но корова Животное Прожорливое Ей нужно В несколько раз Больше Того Что здесь Есть Поэтому Если нет Сена То Корове Никак Не перезимовать Эту зиму Ром Тебе не холодно Ты без куртки Задумался что ли Да Я задумался Мне реально холодно Но я не просто так Без куртки Я вот тебе скажу Я пытаюсь Визуализировать И представить Что я в тепле Я просто очень хочу Переместиться Отсюда Из этого снега В тепло И когда максимально Визуализируешь Это работает Вот смотри Уж если Визуализировать То до конца Вот реально Дима Вот очень хочется Уехать И там где тепло Вот в горы допустим Где не знаю Скалы Где красивые виды Где ты Не знаю Вот на Кавказ уехать А ты просто один в горах Помните Мы снимали выпуск Про горы Кавказа Про пастухов Кавказа Где мы забирались Вообще В самую-самую глушь Но зато там было так красиво Вот это вот вообще Пешие прогулки Мне реально зашли Мне это доказалось Что связь Ну вот куда мы забирались Вообще не должна ловить Но она неожиданно Ловила Мегафон тогда Сильно выращивал Ведь они в последнее время Реально поработали Над покрытием сотовой связи Они сделали Реально хорошее покрытие По России Даже на Эльбрусе Хотите тоже отправиться В путешествие Мегафон сейчас разыгрывает Супер призы Для своих абонентов Путешествие по России На двоих И вы можете получить Отличный отпуск К мегафонам Для этого нужно Перейти на тарифы Мега тариф Вип Максимум Или премиум И ответить на вопрос В комментариях Конкурсному посту И куда бы вы ни отправились Везде будет хорошая связь С мегафоном Чтобы связаться с родными Чтобы поделиться Фотками с друзьями Чтобы в телеграм Кружочек отправить Да и карты Помогут вам не заблудиться И выйти в то место Где вы хотите оказаться Переходите по ссылке В описании под этим роликом Участвуйте в конкурсе И есть шанс Что именно вы Выиграете путешествие На двоих А я тут продолжаю Немножко мерзнуть И визуализировать И представлять Что я уже в тепле Максим Николаевич Это кто Очень приятно Роман Мне Виктор Александрович Все рассказал Давайте ребята Работайте Работаем Работаем Все Спасибо Спасибо Что у меня с прической Полный швах Не знаю Как обычно Здравствуйте Ребята Здравствуйте Рома Руслан Очень похож на моего знакомого Ильдара Мы творческий коллектив Диро Ну как ноты Диро А что у тебя с гитара Вот это вот Это твоя? Нет Это учителя А это учителя А сколько ты уже на гитаре играешь? Ну как сказать Именно в музыкальной школе Или просто играю? Вообще просто Я играю с января до 2021 То есть уже два года Круто Почему увлекаешься гитарой? Чем нравится? Я хожу из-за того Что мне нравится Возможность сыграть то Что я люблю слушать Слушай Вот глянешь гитарку Вот это вот Можешь посмотреть? Хорошо сейчас А ты разбираешься в гитарах? Качество Там подобное Нет Навряд Ну хотя бы Можешь понять Отстой Или норм? Это да Самое интересное Что Тайно сохраняется Вообще класс Это я обожаю Давай И она холодная А ты Про коллектив Диро Не слышал никогда? Нет Если честно Странно Творчественный коллектив Диро Может быть Что-нибудь сыграешь? Просто Может быть Узнает По музыке Ну я сейчас Не буду У нас есть Хиты наши Определенные Диро Понимаешь Есть нот Диро Да Мне кажется Таких нот Нет Нет Это очень старинные ноты Поэтому мы и назвались так Он очень талантливый Я считаю Человек И у него есть Такая необходимость Вот именно В гитаре Как бы сказать Ну ему этот инструмент Дал бы еще Скажем Небольшую мотивацию Для дальнейшего развития Немногие ученики За полтора года Скажем так Играют Произведения За пятый За шестой Класс Вот он Играет Такие уже Серьезные Произведения Серьезные я хотел спросить как ее имя субботка субботка интересно субботка а вы здесь в этой деревне живете как давно с рождение а вы говорите у вас дети ли сколь дочка есть дочь у меня одна общаетесь общаемся самаре я так понимаю что вы очень хотите оставить корову я очень хочу у меня подмоги нет а вы вообще как чудеса верите чудеса сказать мы решили что в этой истории будет тоже очень здорово действовать максимально спонтанно никого ни о чем не предупреждая у нас в сговоре была дочка лишь но важно отметить сразу что дочка живет не здесь она живет далеко и помочь маме она не может очень финансово потому что после микро инсульта с одним ребенком без работы такой возможности у нее нет и вступив с ней небольшой сговор а для нас вообще это такой вызов это приключение здесь в мордовии привести сено это кстати так то просто могу вам сказать совершенно дело не только финансовые каких-то там возможностях это вообще технически сложно организовать вот в эту деревню привести сено мы решили сделать максимально спонтанно купили сено договорились доставка что было суперсложно и отправились к любови к любви на всякий случай к любви к любое ну из из не очень близкого места отсюда здесь близко мы не смогли найти это подарок вам такой вам подарок серьезно серьезного и на самом деле знали вашу историю мы просто хотели убедиться что это действительно так вас очень сильно любит ваша дочка скажите куда куда выгружать вообще не понимаешь что происходит здесь просто это не одна машина сейчас еще машина приедет еще раз и еще раз очень важно понимать что это не единственные машины которые сюда приедет просто ну сразу в моменте не смогло эти две машины сюда сейчас приедет еще она же и потом завтра еще она же т.е. стены здесь будет достаточно и корова переживет эту зиму с большим количеством сена и хватит на зимовку совершенно точно то есть мы прям постарались чтобы сена здесь хватило это очень важно те кто разбирается в количестве чтобы написали всякие моменты что типа сена мало еще приедет машину все будет нормально у нас есть проблема что Люба не понимает вообще еще до конца а потом скажет давай я заказывала нет нет ничего не скажем мы сами заказали с вами оплатили не нам ничего не надо еще раз говорю я вам задал вопрос в чудеса верите помните только что это вам просто подарок чтобы у вас все хорошо было что вы дальше занимались коровы ваши чтобы вы не сдавали ее на мясо чтобы она жила свою жизнь давала молоко вам здесь я я не против его нет слушай но то что у тебя вот даже длинные ногти это говорит о том что ты сами для гитары до трачу что подобным было это говорит о том что ты этим делом занимаешься ну серьезно не как я да я левша у нас с димой родилась такая мысль для того чтобы в какой-то момент руслан понял что мы приехали не как творческий коллектив а приехали вообще типы для него мы начнем говорить ему какие-то факты именно про него который ты узнал у мамы да я знаю про тебя несколько фактов сестра у тебя сестра зовут ее или на в детстве ты жил в таджикистане то я не удивляет что я так много про тебя знаю конкретно удивляет более того я знаю что ты память гитары еще любишь увлекаешься сырами сырую любишь сыры ну да но виктор же однозначно тогда виктор смотришь он не мог это знать более того есть и нелюбимое блюдо яйцо вареное я тебя почувствовал сразу как зашел прям вот наш вот это же я не узнал я все прочувствовал мы приехали сюда сейчас из москвы я скажу тебе сейчас очень простую но банально вещь приехали сюда к тебе вот эта гитара она теперь твоя да она новая вот только вот магазин и поэтому не настроена ты немножко засмущался я вижу да вполне есть такое почему эта история история про руслана такая вот мечта попала фокус нашего внимания во-первых потому что он действительно горит этим делом горит таким творчеством моментом как игра на гитаре все старается совершенствоваться по словам его педагога он очень отличается от других учеников потому что у него есть упорство потому что у него есть некий талант потому что за вот время что он ходит сюда музыкальную школу он не то что не бросил это дело а он еще больше хочет заниматься по сути это такое ну такое важное важнейшее увлечение его жизни сожалению у него снова хороший достойный гитары на который бы он совершенствовался и дальше нет нет потому что семья но не самая обеспеченная потому что живут они в комнате в общежитии проблем хватает мама сейчас без работы так она швея очень круто что у тебя есть дело которым ты горишь увлекаешься жалко что ты я так понимаю что не можешь купить сам себе гитару позволить там семья может быть не может это вообще не важно жизнь она такая штука что всегда есть выстрелы в ней и вот эта гитара она пусть даст тебе возможность проявить себя круто когда мы зашли ты сказал что ты тебе раз заниматься на что можешь собирать то что ты слушаешь это значит что ты уже в свои 14 14 лет я считаю что разносторонняя личность пусть творчество в твоей жизни будет очень круто что увлекаешься и пусть и дальше у тебя будет хороший инструмент и цель не знаю стремление и успех подарок тебе от нас от творчества коллектива диро спасибо диро диро ты немножко шарашен да вообще не понимаешь что произошло есть такой инструмент очень хороший по сравнению с тем что на чем я дома играю круто что тебе это нужно и ты получил а мы счастливы отдать тебе это через инструмент действительно руслан пока что не может вообще понять что происходит в этом и смысл в этом и суть неожиданные спонтан спонтанные моменты которые происходят просто вот так вот ты же нас не знаешь вообще все да давай так ты сейчас делаешь какой-то вот аккорд один и мы переносимся отсюда из этого кабинета прямо отсюда вообще в другую историю совершенно полностью сделаешь аккорд просто принц и все ночь реально поздний вечер снег идет мы в деревне находимся где-то вообще в ярославской области оказались и приехали мы сюда потому что мы получили письмо нам написала девушка рассказал историю свою сына и эта история это просто знак внимания эта история просто поддержать парня эта история это не знаю если вкратце то у них семью шел отец и парень просто потерялся в этот момент он он потерял интерес к жизни он очень переживает насчетно просил просто приехать ну и как-то не знаю поддержать потому что он нас смотрит она нас смотрит ну и мы решили а почему бы нет тем более но не так-то далеко мы здесь были проезжали свернули несколько там десятка километров проехали по сугроб вот сюда вот оказались здесь адрес дома у нас есть вот тот дом там горят окна парня исполнилось на днях прям на днях прям вот типа 5 дней назад что ли исполнилось 9 лет огромный конструктор мы берем что навлекается догадываемся уж точно и идем метет люто не так нравится нас вообще не ждут прикольно но там мог быть собаки конечно же закрыто ну все глухой забор что делаем звони мне по телефону на другой вариант нет вы нас приключили я вот в палате ну что такое ну заходим заходим через соседнюю калитку как какие-то грабители куда-то все все подарили еще есть идея сейчас хоть конем сделаем я сел в машину сейчас вам свою идею покажу я моргаю светом туда чтобы там увидели в окне нас о здравствуйте доставка это елена вы скажите это елена хорошо собак не пускайте пожалуйста просто здравствуйте здравствуйте вас не видно собак не спустили мы про то вечером так поздно сами не ожидали здравствуйте заходите я не могу я в шоке на вас это все как есть вот такой вот лайф у нас происходит она нас уже это все хорошо привет руслан знаешь нас как жизнь рома давай так здорово мы тут проездом честно говоря чё мы хотим сказать ну в жизни бывают всякие штуки разные и жизнь состоит из взлетов падений это ну это нормально и когда есть падение потом и взлет я тебе серьезно говори пройдено не один раз маленький сувенирщик принесли вручай любишь всякие конструкторы спасибо пожалуйста ты ничего немножко удивлен да спать уже собрался шоке да спать собрался да ну смотри можешь я думаю открыть его посмотреть а потом уже спать мамы разрешит ну все пусть я проделал подарок вручен но самое главное что мы тебя просто просто поддерживаем пусть все будет хорошо в жизни в шоке просто в шоке понятно у нас сегодня все весь день в шоке происходит извини что мы так поздно просто сегодня такой денек у нас все нормально я обычно чужие номера просто не беру поэтому не стала даже и брать трубку просто увиделся бы моргает не могу понять ничего мы уже надумал каким способом сейчас это то что пришло в голову на моменте так поздно как бы время сейчас не 12 ночи ладно время сейчас 9 вечера мы припозднились но не критично погнали с нами просто смотрит канал поэтому мы в шоке да реально смотришь да все серии это здорово спасибо тебе что смотришь нас нам это очень приятно честно вообще очень приятно ну прям я сейчас смотрю на твои глаза это мои и не через экран заметь да по-настоящему пока пока что надо сказать слово пока слово пацана все пока 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 до свидания успехов вам всего хорошего спасибо спасибо руслану еще раз привет ну еще во-первых смекалка у нас сработала мы только обходным путями так всяк собаки уже да все вторых конечно руслан потерялся и руслан это сейчас этот смотришь момент все нормально это здорово что ты так стоял типа не понимал ничего это нормально это жизнь и у нас роликах ты на наверно заметил все происходит внезапно и спонтанно и это настоящая жизнь и в этом ее прелесть в этом прелесть наших роликов перемещаемся из ночи наконец-то в свет правда видно что позвонила она сказала что вы мечтаете об этом что вы мечтаете о том чтобы у вас вашей коровы было сено она сказала что вы очень переживаете что коровы нужно сдать она сегодня звонила ничего не сказала это была разведка это была разведка что вы дома говор был у нас с ней сюрпризы мы любим очень сильно да 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 но мечты они бывает разные они совершенно разные просто подумайте о чем мечтаете вы также здорово когда вот этот мечта она осуществляется и И очень здорово, что речь в этом ролике идет о, ну, казалось бы, местами простых, понятных мечтах, но какой радость они дают тем, кто в итоге получил то, о чем он мечтал, но не мог себе это позволить. В общем, благодарны вам, зрителям, за то, что вы нас смотрите, за вашу поддержку, за вашу спонсорскую поддержку ниже по ссылке в описании канала. Я прям очень хочу сказать большую благодарность, слова спасибо и так далее. Вот этого парня, с которым мы познакомились вот только сейчас, по сути, вчера впервые там связались, созвонились, он нас очень сильно выращил. И выращил нам нас таким образом, что у нас вот эта стена доставить сюда, это супер проблема. Но это было интересно. Находясь в Москве, организовать доставку, короче, у нас в какой-то момент не получилось. И нам зрители писали тоже в комментариях, в Телеграме, и тебе, я так понимаю, многие написали. И мои подписчики, которые смотрят, и вас, и меня, они мне пишут, помоги, помоги ребятам, помоги. Давай представим тебя сразу, как у тебя называется канал? Канал Несовхоз, я зовут Павел. Несовхоз. И Паша занимается здесь, я, может быть, сейчас чуть-чуть ошибусь, но ты популяризируешь здесь сельское хозяйство, снимаешь об этом контент, как у тебя это все получается. Ну, не всем же может интересно сельское хозяйство. Давай попросим тем, кому это интересно, как у Паши получается здесь, в Мордовии, организовать такую вообще историю. Подписаться на мой канал, ссылка будет ниже в описании. Нам приятно сказать спасибо, когда нас, не знаю, так тепло здесь встретили, и нам ощущение помогли. Мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Всем спасибо за просмотр, за, не знаю, за то, что вы с нами. Все, всем пока. Пока. Как правильно склоняется ваше имя? У любви или у любови? У любови. У любови. Все. Я был прав. Молодец, красавчик. Да, что-то спор просто был. А откуда же я знаю про яйцо, которое ты не любишь, вареное? Поговорим об этом. А рассказали мои родители? Да, да, рассказала твоя мама. Ты прав. Но мама тоже не знает про нас ничего. Просто твой друг и товарищ, позвонил... Учитель. И учитель позвонил сегодня маме, под видом анкетирования выведал такие вот подробности про тебя. Так что всех обманули, по сути, но ради благого дела. Да.